Даже если улов невелик, от рыбалки много пользы. Во всяком случае, так говорят энтузиасты ловли рыбы в любую пору и любую погоду. Отдых, антистресс, свежий воздух, рыба на столе. А еще рыбалку можно использовать как тимбилдинг, то есть построение команды, как это делают в Могилевском агролесотехническом колледже. Тут и корпоративный дух, и соревнования, и наслаждение природой. Екатерина Булукова приобщилась к радостям рыбалки. И как единственной даме в мужском коллективе ей поручили крутить лунки и пробовать уху. Какая красота, посмотри. Рассвет на Чагиринском водохранилище. Если честно, прогноз погоды не был благоприятным. Для хорошей рыбалки нужна морозная и тихая погода. Ожидали снег и ветер, но команда колледжа смело шагает на лед. Сюда приехали и опытные рыбаки, и те, для кого романтика зимней рыбалки, возможно, еще только откроется. Чурпачок. Впервые на рыбалке зимней? Да, первый раз. Ну, лунку первую просерлили, сейчас будем пробовать ловить. Ни разу не пробовал, но, надеюсь, сейчас объяснят. Молодое колени не надо обучать. Просто первый раз, чтобы им понравилось на рыбалке, и их потом с водоема невозможно вынуть. О, очистим. Терпение и труд, как и в любом деле, основной принцип рыбалки. А вот и маленькая победа. Первая рыбка попалась на крючок лишь спустя час после старта соревнований. Мне кажется, это ерш. А что, рыба весьма достойна уважения. Уха, где ерш, плотва и щука, это супер уха. Как улов сегодня? Никакой. Совершенно. Нет улова. Но настроение от этого не портится? Нет, ни в коем случае. А есть какие-то приметы у рыбаков? Ну, если рыбаку пожелали хорошего клёва или кто-то там посторонний, да, значит, такая примета, что клёва не будет. Рыбаки за стажем уверены, улов важен. Но это лишь часть цели. Не менее важна возможность послушать и услышать природу. Это как какой-то аккумулятор. Природа заряжает аккумулятор, то есть сам организм. И намного понедельник, чувствуешь себя намного лучше. Даже если взять, прокрутить, скажем, несколько лунок во льду, сразу почувствуешь, как это тяжело или как это легко. А если провести целый день в поисках рыбы, то это заменяет, наверное, хороший день в спортзале. А после можно просто погреться у костра и попробовать ароматную уху – редкость для городских будней. Какой аромат? Жаль, его по видео нельзя передать. Сейчас надо приправу. Ну не дразнитесь уже, а. Кстати, впервые в жизни пробую зимнюю уху. Она уже здесь давно у лёда есть. Везёмно вкусно. Зимняя рыбалка удалась. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!